Приветствую вас! Если говорить о том, как вам быть, если говорить о том, что вам делать, то я бы здесь не рассматривал такого варианта, что вы можете быть эгоистичным, вы можете что-то делать неправильно, вы там с такой-сякой и так далее. Я бы не рассматривал в этом случае подобные варианты совсем. Почему? Понимаете, если вы считаете, что ваша девушка поступила неправильно, если вы считаете, что большая сумма денег, которую она потеряла, не является причиной для того, чтобы девушку, например, понять, если вы считаете, что этих причин недостаточно, это ваша правда и это ваш выбор, но за свой выбор и за свое решение вам нужно отвечать. Знаете, как бы в этой ситуации, в этой ситуации у вас очень много переносов. То есть я постараюсь вам подробно все объяснить сейчас. Вот, во-первых, вы говорите, я молчал полтора года, да, и меня прорвало. Это, собственно, первое, на что нужно обратить внимание. Вы молчали полтора года. Зачем молчали, почему молчали, что хотели этим молчанием доказать, например, и так далее. То есть, если вы молчите, если вы молчите, то у этого, наверное, есть какие-то, ну, я полагаю, основания, что вы молчите. А зачем вы молчите? Грубо говоря, о чем вы, о чем вы думаете, когда молчите? То есть, какую цель вы преследуете? На что вы рассчитываете? Ну, пребывая, пребывая в молчании. Или вы, может быть, ждете, что вас поймут, вы ждете, что вам ответят заимностью и так далее. То есть, только здесь в том, только здесь в том, почему вы молчите. Какую цель преследуете, придерживаясь молчания. Понимаете? Вот. Я бы сказал, что с молчанием, ну, ну, вот, с тем, почему вы молчите, да, нужно отдельно разбираться. Не нужно молчать. Но вы это делаете. Значит, у вас есть на это причина. Я, конечно, не знаю сейчас, какие они. То есть, ну, с чего вы хотите. Почему вы считаете, что это правильно? Почему вы считаете, что так и, в общем-то, должно быть? Ну, то есть, почему вы считаете, что нужно молчать? Почему вы считаете, что молчанием можно чего-то добиться? Хорошего. Но очевидно, что вы научились молчанию. И вот то, что вы научились молчанию, составляет значительную часть ваших проблем. Потому что любой негатив, если к нему, с одной стороны, не менять свое отношение, с другой стороны, значит, не убирать источники его. И с третьей стороны, если не, как бы это сказать, если не отграничивать себя от других, да, от других людей. То есть, что вы всегда будете испытывать такое вот подавленное состояние, к сожалению. Да? Поэтому в данном аспекте я предлагаю вам разобраться. Предлагаю вам посмотреть, откуда пошла практика молчать. Далее. Постараюсь, значит, поэтому будет много эмоций, нитья и обвинений. Много эмоций, нитья и обвинений. Это у вас, как бы, оправдажа. То есть, вы оправдываетесь таким образом. Вопрос в том, почему. Вопрос в том, для чего. Вопрос в том, что заставляют. Или даже не так. Вопрос в том, о чем вы думаете, когда оправдываетесь. Чего боитесь, может быть, чего не хотите, когда оправдываетесь. Ладно. Прямо-то оправдываться не нужно. Если вы оправдываетесь, если вы, грубо говоря, вот сейчас оправдываетесь, да? То я полагаю, что вы подсознательно будете стремиться к тому, чтобы продолжать оправдываться. То есть, вам нужно помещать себя в такую ситуацию, когда и где вы могли бы оправдываться. Вы делаете подсознательно это. Скорее всего, вы этого даже не осознаёте, скорее всего. Но, тем не менее, ситуацию это не улучшает. Итак, второй момент, да? Это, соответственно, оправдание. Почему и для чего вы оправдываетесь? Вот для чего вы написали? Поэтому будет много нытья, эмоций и обвинений. Почему вы написали? Это я молчал полтора года и меня прорвало. Как будто оправдывая перед нами то, что вы говорите. Ну и дальше вы тоже пишите, что это может выглядеть нытьем. Вот это опять оправданно. Далее. Девочка повела себя со мной очень грубо, обидела, задела. После этого играет молчанком. Здесь я, пожалуй, могу сказать так. То есть, вот просто пока не углубляюсь в детали, да? Я могу сказать так. Ни одна девушка, ни одна женщина не способна задеть уверенную в себе мужчину. Точно так же, как ни один мужчина не заденет уверенную в себе женщину. Именно не обидит ее. Если вас кто-то обижает, значит, это ваши ожидания. Это ваши желания, которые, ну, связаны с ожиданиями. Вот. И это ваши реакции. И, по моему мнению, по моему мнению, обида, которая есть у вас, именно обида, это результат ваших реакций. Это результат ваших ожиданий. Это результат того, чего вы сами хотите. Но только в том, что девушка не обязана удовлетворять вот эти вот ваши, собственно говоря, потребности и ожидания. Опять же, почему? Потому что у нее есть свои проблемы. Здесь, в принципе, все довольно просто. Обида, которую вы чувствуете, это следствие ваших проекций. То есть, вы проектируете или переносите на девушку свои желания, свои ожидания и свои потребности. Скорее всего, идущие еще и из детства. Дальше. В соцсетях, по-прежнему, стоит влюблена. Это значит, что она, по-прежнему, видит с вами свое будущее. Никакой другой информации новой не появилось. Ну, это значит то же самое. Причины молчания, претензии, к примеру, и так далее. А почему вы решили, что девочка в социальную сеть будет выносить то, что касается только вас, например? Почему вы решили, что она будет это делать? Вообще-то, это не совсем правильно выносить на публику, грубо говоря, то, что у нее есть какие-то проблемы. Люди, которые свои личные границы уважают, они этого делать не будут. Опять же, еще раз повторю, очень интересно, почему вы считаете, что она, ну, должна это делать. Далее, вы пишите. Я ждал извинений. Понимаете? Это тоже очень интересный момент. То есть, что по факту происходит? Происходит по факту следующее, что если человек, по вашему мнению, по вашему восприятию, принесет вам извинения, то все будет сразу хорошо. Ну, то есть, он извинится, и все вернется на круги слоя. Мягко говоря, это иллюзия, потому что извинения вам не принесут удовольствия, извинения вам не принесут удовлетворения, и извинения вам не дадут ничего. Но вы, вы, искренне считаете, что извинения вам нужны. То есть, вы, грубо говоря, ждете чего-то от человека, от того, что нужно вам, и ставите определенные условия для отношения. Ну, для ваших отношений, грубо говоря. Поведение ли это взрослого человека? Нет. Это поведение детского эго-состояния. Может быть, это родительское, ну, родительское, родительское поведение. Здесь сказать, в общем-то, достаточно сложно. Нужно разбираться с этим, на самом деле. Ну, опять же, как это видится мне, потому что вот это вот ваше, я ждал извинений, это, как бы, знаете, должен прийти родитель, да? И погладить вас. Сказать, что он был не прав. Но, по большому счету, для вас это мало что изменит. Понимаете? Потому что, заделать-то это вас, именно, именно задело. И если вас задело, то уже, уже задело. То есть, это уже, уже случилось. И поскольку задело вас, то справедливо, если вы будете нести ответственность за это. То есть, понимаете, изменения, они, в принципе, нужны. Да, изменения нужны, чтобы человек понял, как бы, что он поступил неправильно. Но, важно понимать, что измениться может, во-первых, далеко не каждый. И, во-вторых, не в той форме, в какой вы, например, этого хотели бы, желали бы и так далее. То есть, у человека есть, как бы, свои собственные возможности для изменивания. И, если девочка извинялась редко, как вы говорите, то, соответственно, вы не можете, не знаете, что она вряд ли извинится. Да, если она действительно не права. А если это так, то получается, что вы играете в игру. Возможно, вы уже давно хотели с ней расстаться, хотели бы с ней расстаться. Но, вам что-то мешает это сделать, ну, например, вам что-то мешает это сделать. Ага. И вы пытаетесь, значит, ее спровоцировать на то, чтобы она дала вам как можно больше шансов, как можно больше обоснований для того, чтобы вы с ней расстались. Ну, или освободились. Это зависит от того, как именно вы воспринимаете, собственно, девочку. Вот такая история наблюдается с тем, что вы ожидаете, значит, от нее извинений. Дальше, что будто решил тоже исчернуть, подумать. Ну, это ваше обещение. Только о чем вы решили подумать, большой вопрос. Я получил хорошее предложение о работе в столице. Недавно потерял работу при неприятных обстоятельствах. Вас это задело, я так понимаю. Вас это напрягло, как я понимаю. Вы опять восприняли эти неприятные обстоятельства, как что-то характеризующее вас. То есть, на свой счет, и, соответственно, по этому поводу, у вас фрустрат. Дальше. А, нет, так. Сейчас я практически на мели, чуть ли не ушел с себя. То есть, вы склонны замыкаться, вы склонны погружаться в себя вместо того, чтобы решать проблему, да? Опять же, у кого вы этому научились, такому поведению? Как такое поведение стало возможным для вас? Почему вы выбираете именно такой путь, именно такую модель поведения? Понимаете, да? Вот. Вы говорите, вы говорите, что, значит, благо, потеряли родные, живу один, никто не помогает. А должен, должны помогать. А родные должны поддерживать, если вы живете один, и вы самостоятельный человек. Чувствую себя несостоятельным, пока заново не устроится и не буду иметь копейку. И снова, здесь имеет место быть ваша восприятная ситуация. То есть, это вы чувствуете себя несостоятельным в силу ряда причин. Это вы чувствуете себя неполноценным, не имея работы. Но парадокс в том, что если вы чувствуете себя неполноценным в чем-то одном, если вы чувствуете себя неполноценным, вот, если вы чувствуете себя, ну, некомфортно. Несмотря на то, что, как бы, ну, вы сейчас без работы, то, значит, работа нужна вам всего лишь как условие, всего лишь как средство для того, чтобы чувствовать себя полноценным. А это означает, что вы постоянно, всегда чувствуете себя таковым. То есть, вы постоянно и всегда чувствуете себя неполноценным. И, по факту, по факту, вы пытаетесь через работу бороться с этой самой неполноценностью себя. А сама неполноценность имеет куда более глубокие, видимо, корни, вот, которые имеют, ну, имеют причины, вероятно, опять же, еще из, ну, еще в детстве, в детстве, вот. И, соответственно, такая структура, вот, именно структура. Дальше, так вот, сообщил об этом девочке, обычно, мол, в собеседовании хорошая должность, хорошо платит. Думал о будущем о семье с девушкой, заработать денег, речь о разлуке не идет. А она, как она, она хочет семью, она согласна с тем, что, ну, хочет ли она создать вам семью, или как. Вот, да, если, если вы только один думаете об этом, то я боюсь, что ситуация не, не сложится для вас как-то позитивно, потому что, помимо, помимо девочки, то есть, помимо вас, есть еще и девочка, если она сама не стремится к тому же, к чему стремитесь вы, то я полагаю, что это серьезная проблема. Поэтому, то, что вы хотите семью и так далее, это одно, но, опять же, есть противоречие между тем, что вы себя чувствуете несостоятельным, пока не у срочи не будете иметь копейку, а с другой стороны, то вы делаете это якобы для девочки. Согласитесь, противоречие. Далее, она. Понятно, надолго едешь, я на день, рано утром выезжаю, в столицу поздно вечером уже вернусь. Она. Ну, зашибись. И так почти не общаемся, а еще ты уезжаешь. Здесь у девочки явно есть какое-то недовольство, явное, тем, что между вами происходит. То есть, я не знаю, но есть у нее недовольство какое-то. Это связано с историей ваших отношений. То есть, сказать вот так, в чем именно ее недовольство, довольно сложно. Потому что, ну, может быть, она не чувствует себя в безопасности, например, с вами. Потому что, ну, может быть, там есть еще какие-то проблемы, какие-то причины и так далее. Потому что, может быть, она чем-то не удовлетворена очень сильно. Потому что, да, много чего может быть. Важно то, что она нас приняла это негативно. Спроекцировала. И она, в данном случае, ведет себя как ребенок. Вот именно в вашем диалоге вы с ней разговариваете как взрослый. Она разговаривает с вами как ребенок. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, как вам, как вам сказать? Вообще-то говоря, это реальность. Именно вот для нее это реальность. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Принимаете ли вы эту ее реальность? И вы в разговоре с ней ее не услышали. То есть вы не услышали ее позицию, что она ребенок. Вы услышали ее позицию с точки зрения взрослого. И с точки зрения взрослого начали отвечать. А в действительности нужно, ну в действительности здесь ситуация такая, что она именно ребенок. Вот. И у меня здесь только к вам вопрос. Специально ли вы не услышали ее детского посыла или нет? Так. Вот вы говорите под позицию взрослого. Последние четыре месяца мы общались очень часто. Да. Анна, ну вот я и говорю, не отношения, а сказка. Зашибис, супер. Я приеду с заработков, ты уедешь. Это опять позиция ребенка. Вы опять говорите под позицию взрослого. Во-первых, это всего лишь собеседование. Могут не взять. Во-вторых, я до тебя заработков. Уже пять месяцев. Было бы желание быть вместе. Ты поехал пришивать свои проблемы. Я тоже ищу лучшие жизни. А если же вы наступаете с ней в контакт. То есть вы как бы говорите здесь с позиции родителя. Вот. Могут типа, что я тебя жбал, ты поехал решать свои проблемы. Вот. Это позиция родителя. Далее она говорит, ищи, ага, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Удачи. Спасибо. Она мне пригодится. После этого молча. Вы знаете, я не очень понимаю, в чем обида, в чем вы увидели обиду здесь. То есть. Что обидно она сказала вам? Улучшений не видится. А какие улучшения нужны? Кому нужны улучшения? Вам? Для чего? А на той позиции, какая бы она ни была, чем бы она ни была обусловлена. Прямого оскорбления у вас не было. Было спроектировано ее собственное переживание какое-то. Это да. Ее собственные переживания были спроектированы. Это правда. Но обиды не было. Не было оскорбления. Ну. Вас, по крайней мере. Соответственно, возникает вопрос. Что такого обидного вы увидели в этом ее записи? Кроме того, что она сказала, что я приеду с заработков, ты уедешь. Вот это вот единственное. Что она сказала. Такое вот. Именно. Именно. С нападкой на вас. Но здесь явно считается ее желание быть с вами и беспокойство за ваши отношения. По крайней мере, в контексте ее сообщения именно такой. Так. Значит. Лучше не видится. Так. Вы подумайте, что я эгоист. Сделай первый шаг. Поговори об суде. Нет. Мы так не подумаем. Надо это вам решать. Я узнал. От чего? От чего вы узнали? Я хороший, добрый парень. Добрый парень. Крилл. Не то, чтобы я вам не верил. Не то, чтобы я не верил в добро. Но с чего вы решили, что вы хороший, добрый парень. Вот просто. С чего вы решили? В то время делаю первый шаг. Это не есть показатель доброты. Извиняюсь, если бываю не прав. Это не есть показатель доброты. И я терплю ее истерики, приступы беспочвенной ревности и контроль, где я с кем я. Стараюсь в личный раз ее не расстраивать. Думаю, что говорить, чтобы не вызвать мне эмоции и обид. Это не показатель доброты. Это, скорее, ваша собственная мотивация действовать определенным образом. Какие цели вы предследуете? Для чего вы это делаете? Чего вы пытаетесь достичь в этот момент? Какое у вас состояние в этот момент, когда вы вот делаете все это? Это требуется выяснять. Но, скорее всего, скорее всего, это ваше спроектированное взаимодействие с родителями. Вот. Дальше. Она много раз меня обещала. Ну, знаете, вот я уже об этом говорил, да? Я сам прообиден, что уверенную в себе мужчину женщину не обидит. Ну, потому что женщина – это женщина. Знаете, обидеть может равный. Обидеть может кто-то равный. Женщина не равна. В любом случае. То есть даже если она наравне от вами, она все равно не равна. Потому что она слабее. В любом случае. О какой обиде здесь может быть речь. Ну и, в общем, про характер. Про характер обид я рассказывал. Я говорил про характер обид. Вот. Дальше. Так. Я первый решил мириться. Для чего? Это вам нужно. Это вы делали. Это ваш выбор. Бывало редко, но она тоже только после объяснения мной, где, как и где она меня задела, она с вами попятна. Ну, я не знаю. Помимо того, что это выглядит как давление на нее, нужно еще понимать, что человек, он, в общем-то, я уже сказал, по-разному может проявлять свои извинения. И женщине далеко не всегда и не обязательно именно извиняться, как мужчина, словами. Вы, при более чувствительном отношении к ней, почувствуете, как она извиняется на невербальном уровне. Вы не будете заставлять ее откровенно унижаться, извиняясь перед вами. Но, опять же, это как бы в норме, да? Это эталон своего рода. То есть, если ее устраивать, что вы заставляете ее извиняться, ну, окей. Однако, моему терпению есть предел, как-то она сравнила меня со своим бывшим. Опять же, я понимаю, что сравнение со своим бывшим, это обидно. Я понимаю. Ну, то есть, сравнение, когда вас сравнивают с кем-то, это обидно. Но, если вы мужчина, если вы уверенный в себе мужчина, то обещаться вы не будете на такие сравнения. Потому что она говорит это, ну, ее повисце продиктовано. Ее страхами, ее переживаниями, ее сомнениями какими-то и так далее. Понимаешь? То есть, вы не тот, кто бы эгоист, вы не эгоист, ну, в привычном понимании этого слова. На мой взгляд, вы просто слишком не уверены в себе. На мой взгляд, вы чувствуете себя несостоятельным. И вот эта вот несостоятельность, она все время вас беспокоит. Она все время вас как-то напрягает. Она все время как-то заставляет вас чувствовать себя слабым, уязвимым и так далее. Вот. То есть, я не думаю, что вы эгоист. Вы, скорее всего, просто проектируете на нее свои страхи. Ну, на девочку, то есть. Свои страхи. Вот. Я думаю так. Дальше. Я с намерением связался, обрежать не будете. Не сказал, сколько можете ездить друг к другу. Квартира есть. Выбираем любую. Только потому, что вы будете с постоянными разъездами. У меня отношения. Мы рано или поздно разойдемся своими путями и потеряем интерес. А вот смотрите. Когда вы говорите, что в будущем с постоянными разъездами не отношения. Это правда? То есть, это ваша позиция. Позиция взрослого человека. Когда вы говорите, что мы рано или поздно разойдемся своими путями и потеряем интерес. Это живо страх. Это проектирование на девочку своих каких-то страхов. Что не является правильным. На это она обиделась, потому что почувствовала давление и сравнила меня с бывшим, который два года не давал ей решать личные проблемы, поехать на заработки и зарядность содержала ее при себе. То есть, очевидно, что человек ее принял. Почему вы приняли это на свой счет? Вопрос. Далее. Я же сам сподвигнул на перемены в жизни. Говорил передо мной, что самостоятельный. Я подожду. Поддерживаю. Во-первых, тут два момента. Точнее, три. Если вы сподвигали ее на перемены, то для чего вы это делали? Ну, то есть, зачем, если вы сподвигали ее на перемены? С какой целью вы это делали? Для чего? Грубо говоря. То есть, вы делали это для нее или как-то все-таки для себя? Понимаете, да? В какой момент. Во-вторых, должна кому? То есть, если вы говорите, что человек должен быть самостоятельным. Кому он должен? Непонятно. Непонятно. Кому он должен быть самостоятельным? Кому он должен быть самостоятельным? В первую очередь. Понимаете? Вот. Эта ситуация, она такая странная. То есть, человек должен быть самостоятельным для кого? Для вас? Или как? Почему? Это второй момент. Третий момент. А если вы говорите, что вы подождете, так вот вы и ждете. В чем проблема? Вы сказали, что будете ждать? Вот вы и ждете ее. Вы сказали, что подождете? Вот вы и ждете ее с заработком. А теперь вам как будто это не нравится. Теперь вы как будто оставите ей вину, что вы ждете ее. Знаете? Согласитесь, в некоторой степени, в некоторой степени, это немного странно, я бы сказал. То есть, ну, вы ее ждете. То есть, либо вы ее ждете, либо вы ее не ждете. Либо вы ее ждете и ничего не говорите, когда она уезжает на заработки. Либо вы ее не ждете. И тогда вы говорите, зачем ты едешь на заработки. А то здесь получается какая-то странная ситуация, что вы вроде бы ее ждете, но в то же время ставите ее, как бы, ну, ставите ее, ставите ей вину, что она едет на заработки. Дальше, меня это сравнение убило, она делала живка. Опять же, это ваша реакция. До тех пор, пока вы не будете отграничивать, именно отграничивать, свою реакцию от того, что хочет девушка, сказать, сделать и так далее. Будут проблемы у вас иметь в виду. Потому что, если вас это жутко заделает, значит, вы не уверены в себе человек. Опять же. Если вы не уверены в себе человек, то, получается, девушка ваша это тоже знает. Она тоже знает, что вы не уверены в себе человек. И у меня к вам здесь только один вопрос на самом деле. Как вы думаете, есть ли связь между тем, что она знает, что вы не уверены в себе мужчина, и тем, как она себя ведет? Дальше. Так. Бывший мог поднять на нее руку, проследовать. Тоже. Так. У нас нет связи. Опять же, вы как будто обрадуетесь перед нами. Я веду себя просто ангельски. Опять же. Откуда такая уверенность в том, что вы ведете себя просто ангельски? Для меня загадка. То есть, нет, я могу представить, что вы сделали выводы из отношений. Кстати, а какие были тогда отношения? Вот. Анализирую, что делаю, говорю, уделяю внимание девушке. Ну, понимаете, вот то, что вы уделяете внимание девушке. То, что вы анализируете, это далеко не обязательно идет вам на пользу. Может быть, это идет вам в лавре, сам что. Ну, например, например, вы не являетесь собой в этом случае. Так что, тут тоже не факт, что все здорово. Вот. Ни разу дурного слова адрес не сказал не то что. Не то что что. Дурного слова это какого? То есть, ни разу не сказали о том, чего вы хотите. Ни разу не сказали о том, что вам нравится, не нравится. Так получается? Это результат вашего анализа. Ну, я бы сказал, что в таком случае это не самый лучший анализ, потому что нужно говорить о своих желаниях. Девушка моя на заработках не впервой. В общем, я жду ее уже 7 месяцев. Ну, опять же, это ваш выбор. Вы сказали сам, что будете ее ждать. Вот вы ее и ждете. После короткого перерыва она ведет еще на 3. И я снова сказал, что люблю ее брызгать. Ну, вот видите? Так почему же вы ставите тогда ее в вину, то что вы ее ждете? Непонятно. Хотелось с ней быть в будущего. Она ведет себя образцово. А ей нужно, чтобы вы вели себя образцово? Может быть, она чувствует себя с вами как раз таки хуже из-за того, что вы ведете себя образцово? Чувствует себя хуже, не жива. И отсюда ее подобное поведение. Это она чувствует, что недостойного. Для чего вы ведете себя образцово? Зачем? Зрезды считаете, что образцово можно вести себя все время, постоянно, всю жизнь? Нет. Вы не живете, вы играете. Я вежлив, воспитан, дружелюбец, люблю общаться с людьми. Ну, я бы сказал, что да. Вы ведлив, воспитанные, дружелюбные. Но у вас есть верность в себе. С девочками никогда не позволяет себе личного, ничего личного. А личного это что? По вашему мнению. Храню верность. Для чего? Поводов не даю. Опять же, почему? И знаете, в этом случае я пошел бы на контакт, но меня так это обидело. Про обиду уже сказал. Ее эгоизм знает, что я без денег раздавлен. Почему раздавлен? Разве это ее проблема, что вы раздавлен? Грубить, грубить об обычном собеседовании. Да не было там грубости. Не было. Кроме того же, что я назвал. Не было там никакой грубости. Это вы грубости видели? Вопрос в том, почему. Ага, так. Как только я, как я только и делаюсь, то есть буду делать только времени. А, то есть вот видите, у вас обида. Так а для чего вы тогда ждете ее? Насколько это ваше желание? Насколько это искренне, что вы ее ждете? Поддерживаю вас во всем, она воспринимает это как должно. А должна по-другому воспринимать? По вашему мнению. А вы сказали ей о том, как она должна это воспринимать? Я устал встречаться с маленькой девочкой, и хочу такого же взрослого партнера, как и я. Ну, проблема в том, что вы не взрослый партнер, ибо взрослые люди не обижаются. Взрослые люди ведут себя более искренне. Взрослые люди не прессируют на другого человека свои ожидания. Поэтому, к сожалению, не могу сказать, что вы взрослый партнер. Вообще, девочка – это отражение вас. То есть, вот это вот зеркальное отражение вас. Именно поэтому она вас раздражает. Потому что в ней вы видите себя. Свои черты. Буду подсознательно. После этого разговора, как будто во мне что-то умерло. Да, это бывает там, что вы увидели, что девочка не оправдывает ваши ожидания. И чем больше вы это видите, тем больше понимаете, что она не даст вам того, чего вы хотите. И поэтому у вас у них умирает что-то, да. Это нормально в данном случае. Обычно эмоции остывают. Я понимаю, что в ссоре я тоже виноват. Ну, обычно эмоции остывают. И я понимаю, что человек все-таки может дать мне то, что я хочу. Вот так это звучит у вас. Поэтому вы идете на контакт и говорите. А если вы поняли, что человек не дает вам то, чего вы ожидаете. Просто поняли. Вот ситуация для вас критическая. И человек не дает вам то, чего вы хотите. И все. И поэтому вы теперь не хотите с ней взаимодействовать. Решил проучить ее хоть раз и не идти у нее на помаду. Ну, я не думаю, что вы имеете право ее чему-то учить. Потому что вы не ее родители. Я также не думаю, что родительское поведение по отношению к ней даст какой-то хороший результат. По крайней мере тот, который вы хотите. Извиняться вы имеете право. То есть и не извиняться вы имеете право. Но унижения и оскорбления не было. Ваше положение это абсолютно нормальное положение для среднестатистического человека. Человек потерял работу. Обманом. Там как-то еще. Это нормально. Никакого супер-бупер положения у вас нет. Простите, я не хочу вас обесценивать. Но просто давайте все-таки объективно как-то будем как взрослые говорить. Да. Вы называете себя взрослым? Взрослым, соответственно. Давайте будем говорить как взрослые. А взрослые представители говорят как а. Что ничего страшного с вами не случилось. Унижения не было. Оскорбления тоже не было. Было только то, что я сказал. И все. Так, что самый близкий человек подсунул мне свинью. Это ожидание. Не поддержал. Это вновь ваши ожидания. Девочка имеет право вас не поддерживать. У девочки могут быть свои проблемы, вы эти проблемы описали. Чтобы поддерживать нужен ресурс. У девочки этого ресурса не было. Но вам это было нужно. И мне тогда нужно подумать, для чего вам поддержка. Почему вы в ней нуждаетесь. Вы обижаетесь на девочку. Взрослое это поведение? Нет. А я устал раз за разом от ее пустых обид, ревности и контроля. Может быть, вы устали. В этом я вас понимаю. Это я могу понять, что вы устали. Но в этом случае, если вы устали, вы понимаете, что она такой человек. И вы либо принимаете ее, либо нет. Больше не хочу ее затерпеть и спускать ей, как само собой. Это ваше право. Это ваше право. Но нужно было, чтобы вы сразу так себя вели. Чтобы вы сразу обозначили границу. Зато сначала границы вы не обозначили, а теперь чего-то хотите. Это не работает так, когда человек уже привык воспринимать вас определенным образом. Возможно, опыт будет на будущее. То, что девушка изменится и станет видеть вас по-другому. Это вряд ли. Я не знаю, что мне делать. Но опять же, непонятно. Вы сказали, что не будете извиняться за то, что вас унизили. Вы сказали, что решили проучить ее. Вы сказали, что вы решили исчезнуть и подумать. Разве это не решение? А почему вы теперь спрашиваете, что мне делать дальше? Вот вы и делаете дальше это. Вы не обижаетесь с ней. Вы не пишете ей. Вы не взаимодействуете с ней. Вот вам и решение, как вести себя дальше. Понимаете, если вы, допустим, все свои обиды проработаете. Если вы станете более уверенным в себе человеком, то вы сможете установить границы, в рамках которых приемлемо с вами общаться или нет. И в этих границах вы сможете общаться с кем угодно и как угодно. То есть, вам ничего не стоит написать девочке и начать с ней разговаривать. Просто потому, что вы не чужие люди. Но, никаких ласк, никаких близких обсуждений, никаких планов на будущее. Ничего. Этого нет. И это куда более взрослое поведение, чем то, которое вы придерживаетесь сейчас. Какое поведение выберете вы, будет ясно после того, как вы избавитесь от своих обид и станете более независимым и более уверенным в себе. Перестанете думать, что люди подсовывают вам в семью, не поддерживают, обижают, унижают и так далее. Чувство с ней есть, но и чувство обиды громадного. Я полагаю, что обида, это у вас иногда родители. Обида, это идёт из детства. Идут. Из детства. Вот. Ага. Собственно, чувства к ней. Ну, если обиды не будет, может быть, и чувства не будут такими сильными, а может быть, наоборот, разгорятся. Это уже вы увидите сад. Ещё больше, что она выставляет виноватым меня, воткнув в спину нож. Ну, это всё про то же. Это всё обида. Это всё обида, это всё ожидание. Чувствовать себя раздавленным, униженным, оскорблённым – больно. Будто мной пользовались все полтора года наших отношений. Может и так, но только потому, что вы сами это позволили. Вопрос в том, для чего. Ну, вы можете чувствовать себя раздавленным, униженным, оскорблённым и то, что вам больно. Но это не заслуга девушки. Это обязательность ваших действий. В каких и для каких целей это требуется выяснять. Потому что девочка воспринимает мир и вас совсем по-другому. И ваши чувства она может знать, а может не знать. Но даже если знает, она не может учесть их все. Самое главное – обещает то, что она даже не понимает, как меня обидела, как часто задевает, не замечает за собой сотые доли того, в чём упрекает меня. А должна? Это человек, вы её приняли такой. Почему вы теперь хотите её переделать? Почему вы хотите взять свою девочку и сделать из неё кого-то другого? В этом смысле можно поставить под вопрос то, что вы её любите. Точнее, то, что вы её любите. Возможно, вы любите некий идеальный образ, основание для которого является девочка. Это так. Вы поймите, что вам для чего-то нужно быть раздавленным, униженным и оскорблённым. Вам для чего-то нужно быть. Вопрос в том, для чего. Какую выгоду вы от этого получаете? Вот об этом я подумаю. Возможно, вам не хватает внимания. Возможно, именно так вы вели себя в детстве. Возможно, есть ещё какие-то причины. Но они и есть, и с ними нужно разбираться. Дальше. Что сейчас обижается сама? Хотя... То есть, вас обижает то, что она обижается сама. Но она действительно обижается, потому что она, как женщина, не чувствует, что может на вас положиться, не чувствует стабильность. Наверное, по отношению к вам. Либо у неё, в силу её женской эмоциональности, сейчас другие проблемы. А вот, можете ли вы, как мужчина, быть таким же эмоциональным? Это уже вопрос. И вопрос куда более серьёзный. Хотя я ничего и не сделал. Это не совсем так. Вы сделали, я уверен, просто так, как она. Вы этого не замечаете, потому что вы концентрированы на себе. Аля-ля себе. Прошу вас посоветовать, как быть. Я полагаю разобраться своими обидами, сперва. С комплексами, с неуверенностью, с самооценкой. Повысить независимость. Выработать более адекватную модель поведения мужского. Личные границы простроить. И у неё потом решать, как вы общаться будете с девушкой. Нужна ли она вообще вам будет тогда? Я уже эмоционален. Тяжело переживаю ссоры и конфликты с близкими. А почему вы тяжело переживаете ссоры и конфликты с близкими? Из-за чего? Потому что вам не хватает внимания, а вам не хватает любви. Вам нужно внимания и нужна любовь. На мой взгляд, именно поэтому вы переживаете тяжело ссоры и конфликты с близкими. Но то, что вы тяжело переживаете ссоры и конфликты с близкими, не сделают эти ссоры и конфликты меньше. И поэтому то, что вы тяжело переживаете, это, опять же, особенность вашего восприятия, с которой нужно разбираться. Понимаете, это ваша ответственность. Возьмите ответственность на себя за свои чувства все и переживания. Не говорите, она меня оскорбила, она меня обидела. Говорите, я обиделся, я оскорбился. Почему? Вопрос. Дальше, значит, стараюсь внутри, но если прорываясь, непонятно, что именно, что именно стараюсь внутри. Стараюсь внутри сдерживаться, наверное, вы хотели бы сказать. Не надо сдерживаться. Не надо подавляться, в том-то и дело. Что вы не подавляете, это прорывается в виде взрывов. А нужно в реальном времени постоянно высказывать свое неудовольствие, чтобы оно не копилось. И чтобы человек сразу знал, что вам нравится, а что нет. И все. Девочка на заработках недавно обманом потеряла большую сумму денег на взводе. И вы, соответственно, ожидаете от нее поддержки. Я поддерживал как мог, ни в чем не упрекнул. А было, вообще, к чему вы это написали, ни в чем не упрекнул? Просто к чему? Вы поддерживали ее, как могли. Для чего? Как моей целью? Говорил, главное это ты. А деньги, бумажки, заработки. Ну, если вы говорили искренне, то это здорово. В последнее время говорить только о потерянных деньгах. Не спрашивай, что со мной, как я и где я. Ну, мне представляется так. Значит, что вы, как человек, который без работы чувствует себя несостоятельным, должен ее понять. Ну, может ее понять. Не должен, а может ее понять. Это отражение лав. Прямое отражение лав. И, опять же, то, что вы говорите, что она не спрашивает о том, как вы, и так далее, говорит о том, что вам нужно внимания. Вам нужна значимость. Вам этого не хватает. А это значит, что это ваша проблема. Что вас задевает. То, что она не спрашивает вас, как вы. Человек либо делает это, либо нет. Но это не право, а не обязанность. Вы же превращаете это в обязанности вопрос, что для чего, почему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.